Уже сегодня была отличная игра, да, юбилейная, домашняя, за всю историю команды НСИ. Очень приятно то, что с хорошим счётом мы обыграли, сыграли на ноль. Очень хорошо то, что всё запланировано выполнили. Был план на игру таков, что в первые минуты прессинговать соперника, желательно забить быстрый гол, то, что у нас и получилось к счастью. Вообще считаю, что мы доминировали в первом тайме. Во втором тайме немножко соперник уравнял игру, и мои ребята, может быть, в какой-то степени немножко успокоились. Такая более-менее равная игра второго тайма была, и очень порадовал меня третий гол, который получился очень такой быстрый комбинат, очень длинного перевода за счёт хорошего прострела. И очень важно то, что обрадующе на этот прострел откликнуться. Ну, в целом, здесь, наверное, по игре сложно что-то говорить, потому что, я думаю, что команда, естественно, безоговорочно была доминирована на поле. Было предпределение 90 минут, хотя один момент мы всё-таки дали сопернику создать во втором тайме. Мне он очень понравился. Тем более, это был момент со стандартного положения, где мы должны были отвечать каждый за соперника. Но это уже будем разбирать. Мы на технические занятия. Поэтому ещё раз и болельщику хочу поздравить, что сегодня нас поддержали. Понимаю, что болельщики соскучились, три месяца команду не видели. Конечно, это такая сумасшедшая поддержка, она тоже, конечно, влияет на игру нашей команды. Спасибо. Вопросы? Ну, Таврадович сегодня забил два мяча, и тем не менее, бывает всякое. Как бы вы оценили его, насколько он вписался в команду? Ну, конечно же, в первую очередь, он выполнил то, что и должен делать нападающий. Забил два мяча. Конечно же, ещё Марку, считаю, не полностью адаптировался к нашей игре вообще. Но я понимаю, что надо время. Самое главное, что его приняла команда, ему здесь всё нравится. Считаю, что такая достаточно достойная замена. Вы знаете, что Андрей Козлов ушёл, да, сейчас Марку на его место мы приобрели. Ну, я думаю, что всё-таки Марку нисколько не расслабится. Я ему не дам, конечно, расслабиться. А будет, наоборот, радовать и болельщиков, и нас, в том числе, тренерский штаб, своими голами и своими полезными действиями. Потому что считаю, что кроме голов, он сегодня очень полезно сыграл и в единоборствах, много штрафных зарабатывал, которые крайне не были необходимы нашей команде. Считаю, что он очень сыграл эффективно. Но я бы, честно говоря, не хотел бы сегодня выделять только Марку. Считаю, что все игроки выполнили, как я уже сказал, ту установку, которую мы делали. Тот же Семакин вместе с Азимом Фатулаем. Огромнейший объём работы, черновой работы в центре поля. Конечно же, их тоже можно отвезти. Ну, и, соответственно, защитники, как я уже сказал, которые не позволили соперникам практически не создать ничего. Сыграли на ноль. Дмитрий Анатольевич, ещё один вопрос. Вот команду покинул вратарь Сергей Чепчугов. Как я понимаю, он вас не устроил своей игрой. Он не меня не устроил. Может быть, вопрос не так вы задали. Он проявил конкуренцию Миши Филиппову. Но, по большому счёту, не я как бы решаю эти моменты вратарские. Да, есть у нас тренер по вратарям. Климен Фалерий Семенович, который, он отвечает за вратарей. В принципе, это такое наше было общее решение. Я думаю, я, кстати, недавно, два дня буквально, видел Сергея Чепчугова. Здесь в офисе мы с ним пообщались. Остались в хороших отношениях, пожелать друг другу успехов в дальнейшем. Ну, дай Бог, чтобы, конечно, у Филиппова и дальше всё шло так же хорошо. Ну, а если что, новый вратарь, его в состоянии полностью заменить? Да, да, у него очень хороший конкурент. Да, мы, честно говоря, были у нас такие, знаете, сомнения, да, особенно тренера по вратарям, кого ставят. Да, всё-таки остановились на Миши Филиппову, поскольку всё-таки первая игра. И Миша Филиппов уже более адаптирован к манежу, да, так, при наших болельщиках он уже осенью не играл. Поэтому всё-таки оставили свой выбор на Филиппове. А я ещё раз говорю, что неизвестно, когда дальше сложится, потому что я ещё раз считаю, что Юра Нестеренко – очень хороший вратарь, который может создать достойную конкуренцию Миши Филиппову.